Рекомендую канал ПКЛО Мастер. На нем вы найдете только авторский контент о видеоремонтах ноутбуков, компьютеров, IT-периферии и прочей электроники. Автор всегда ждет новых посетителей и подписчиков, которые найдут интересные видео для себя и помогут улучшить канал советом. ПКЛО Мастер нуждается в вашей поддержке. Ссылка в описании под видео. Всех приветствую! В ремонте планшет Acer. Дефект не включается, не заряжается. В подавляющем большинстве случаев на данной модели планшета виновником дефекта является разъем зарядного устройства. Зарядное устройство здесь использовано оригинальное, с оригинальным разъемом и напряжением питания 12 вольт. Если у вас такой же планшет с таким же дефектом, то нужно сначала попробовать подключить заведомо исправное зарядное устройство. Мое зарядное устройство новое и исправное. Подключаю. Индикатор зарядки не горит. Планшет никак не отреагировал на подключение зарядного устройства. Как вы заметили, планшет у меня уже разобран. Видео с разборкой есть на канале. Внешний разъем питания планшета и плата, на которой расположен разъем, без дефектов. Тактильно обнаружил, что сильно накрывается один из элементов платы. Элемент похож на танталовый конденсатор. Подобные конденсаторы можно наблюдать на материнских платах ноутбуков. В данном случае конденсатор используется для сглаживания пульсации напряжения от зарядного устройства. Прозвоню конденсатор. Может быть это даст какую-то информацию. На выводах конденсатора короткое замыкание. Это не значит, что конденсатор неисправен. Возможно короткое замыкание от какого-то другого элемента платы. Но тогда конденсатор скорее всего не грелся бы. Чтобы не гадать, спаяю конденсатор и повторно прозвоню. Закрепляю плату на монтажный столик. Наношу немного флюса и выпаиваю феном паяльной станции. Температура по индикатору станции 360 градусов. Поток воздуха максимальный. Готово. Прозваниваю конденсатор. Короткое замыкание. Конденсатор пробит. Неисправен. На исправном конденсаторе не должно быть короткого замыкания. Под замену такого конденсатора у меня нет. На разборке есть платы от ноутбуков с подобными конденсаторами. Но они не рассчитаны на рабочее напряжение в 12 вольт. А так как конденсатор имеет не самую важную функцию – сглаживать и так достаточно стабильное питание от зарядного устройства, то решил оставить плату вовсе без конденсатора. Как показала практика, да, это не первый подобный ремонт. Работает планшет после этого долго и счастливо. Теперь планшет заряжается. Индикатор зарядки при подключении зарядного устройства горит. Соберу планшет. Продолжение следует... Проверим динамику зарядки аккумуляторной батареи. Текущее время 3 часа 8 минут и 0% заряда аккумулятора. 4 часа 53 минуты того же дня, 1 января. И 54% заряда. Отличная динамика зарядки. Учитывая, что батарея была не то что на нуле процентов. Батарея была в глубоком разряде и планшет заряжал батарею без посторонней помощи. Что ж, планшет теперь заряжается и включается. Ремонт на этом завершен. А всему виной был пробитый сглаживающий конденсатор в плату зарядки, который просаживал напряжение зарядного устройства и не давал планшету заряжаться. Подобный дефект не сказал бы, что является типовым для этой модели планшета. Но иногда встречается. Насколько я помню, это второй или третий планшет с дефектом конденсатора платы зарядки. Причина выхода из строя конденсатора неизвестна. Если у вас есть какие-то соображения по поводу причины пробития конденсатора, то будьте любезны, поделитесь в комментариях. На этом у меня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.